Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, да, значит, условно говоря, ваш вопрос можно разбить, разделить на две части, значит, смотрите. Первая часть – это мужчина, ваш, который, значит, как я понял, как я увидел, мужчина просто-напросто испугался. Он испугался ответственности, он испугался, возможно, близости с вами. Вот. То есть человек, ну, как бы, сделал шаг назад, да, такой довольно серьезный шаг назад. Он испугался отношений, да, это очевидно, он испугался отношений, они, эти отношения стали для него, ну, вероятно, чем-то страшным, чем-то таким, я бы сказал, отягчающим, да, то есть для него отношения, ну, он боится, боится вступать в отношения, боится, боится, может быть, быть в них, боится, может быть, того, чтобы, боится того, что не сделает, не сможет, не оправдает. Но при этом вы ему нужны, несмотря ни на что. Вы ему нужны при этом. Вот. И он к вам стремится, он к вам тяготеет все равно. Вот. Поэтому данный аспект нужно обязательно учитывать. То, что, с одной стороны, мужчина в вас нуждается, с одной стороны. С одной стороны, мужчине вы нужны, но, с другой стороны, он не хочет отношений. Сколько-нибудь таких серьезных, потому что они его, ну, вероятно, страшат. Вот. Такое, в принципе, бывает. И бывает довольно счастлив. Вот. То есть это нормально. Это нормальная такая позиция для мужчин. Вот. Нравитесь ли вы ему? Да, нравитесь, безусловно. Вы ему нравитесь. Если бы вы ему не нравились, то вряд ли бы он был бы... Ну, вряд ли бы он с вами общался бы тогда. Вот. Нравитесь, конечно. Но, видимо, не настолько, чтобы ходить, быть с вами в отношениях. Конечно, можно предположить, что мужчина с вами чего-то не получал. Например, ему, грубо говоря, не хватало чего-то, ему что-то было нужно, он этого не получал. Вот. Можно такое положить. Можно. Но, скорее всего, дело не в этом. Скорее всего, дело только в том, что он не готов к отношениям. Вот. Далее. Ага. Далее. Зачем он себя ведет? Так. Значит, здесь нужно сразу сказать следующее. Что мужчина ведет себя так потому, что ему нужно. То есть, ему нужно так себя вести с вами. Вы нужны ему. А, возможно, ему больше некому поделиться своими переживаниями, своими, ну, какими-то страхами, стремлениями там и так далее. То есть, просто вот некому больше. Или с вами привычнее, с вами комфортнее это делать. Вот. То есть, вариантов здесь на самом деле может быть довольно много. Вот. И все они, эти варианты, в принципе, на мой взгляд, могут быть правильными. Другое дело, что насколько эти варианты соответствуют тому, чего вы хотели бы для себя, да, вот это вот совсем уже другой вопрос. То есть, вам здесь нужно думать не столько о нем, сколько о себе. То есть, вы говорите, что мужчина ведет себя странно, и из-за этого вы не можете совершить правильные поступки. Давайте будем честны. Вы надеетесь на то, что за этим его поведением, да, что-то скрывается. Вы надеетесь, что за этим его поведением, что-то кроется. Вы надеетесь, что, ну, что, возможно, у него к вам остались еще чувства. Вы надеетесь, возможно, на то, что он одумается и захочет вернуться к вам, например. То есть, то есть, есть у меня подозрение, что вот такая история движет вами. Есть у меня подозрение, что именно вот это то, чего вы хотите в душе. И отсюда ваше нежелание делать, ну, какие-то вещи, да, отсюда ваше нежелание может быть окончательно уже принимать решение относительно вашего, там, будущего и так далее. Потому что мужчина вам нравится. А по факту он сделал свой выбор. И он же не говорил, да, вам, что не будет с вами общаться вообще. Он просто сказал, что не уверен, что вы им нравится как женщина. И он с вами больше не общается так. В таком ключе больше не общается с вами. Но при этом ему вроде как никто не запрещал общаться с вами в любом другом ключе. То есть он, например, как знакомый хороший. И он так с вами взаимодействует. Другое дело, да, что это может не нравиться вам. Это да. Но согласитесь, согласитесь, что это уже немножечко другой вариант. Согласитесь, что это уже немножечко уже другая страна. Это уже другой аспект. Зависитесь этим. Вот. Поэтому вам, в свою очередь, и со твоей стороны, я рекомендую все-таки двигаться дальше. То есть если у вас есть к нему чувства, да, к мужчине, то попробуйте, во-первых, подумать, что это за чувства у вас к нему. То есть вот вы пищите, да, значит. Так, несколько месяцев встречались, все было хорошо. Потом он сказал, что не уверен, что я ему нравлюсь. Хотя ему было приятно проводить со мной время. Вам было очень больно, пишите вы. Но почему? Почему было больно? Ведь несколько месяцев всего лишь вы были вместе. То есть если я правильно понимаю, он вам не обещал ничего, он вам не обещал того, что вы будете обязательно вместе. того, что вы будете парой. Вот. Он этого не обещал. Значит, вы сами чего-то хотели. значит, вы сами, вероятно, какие-то свои ожидания проектировали на этого человека. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, это, конечно, не самый правильный вектор поведения, потому что все-таки, все-таки, как-никак, мужчины существа довольно буквальные. Если, например, ну, говорить, что, как бы, что вы встречались только, и все. Если вы встречались только, то значит, вы действительно только-вторых встречались, и все. То есть тут больше ничего не было. Вот. И если вам больно, вот самое-то, что главное, да, что если вам больно, значит, у вас что-то задело. то, что вас задело, направляет сейчас ваше действие, ваше поведение, вот. То есть то, что вам движет сейчас, является в некоторой степени следствием того, чего вам хочется. Вследствие той болезненности, которая появилась, когда мужчина сказал, что он не уверен, что вы ему нравитесь. Вот. Может быть, может быть, вы восприняли его слова как удаст по своему самолюбию. Такое может быть. То есть вы посчитали, например, что мужчина, вы не понравились мужчине, я не знаю, не смогли его завоевать, не смогли его поразить, и ваша самолюбия упала. Из-за этого болезненность возникла. Может быть, может быть, но не факт, конечно. Причина в другом. Может быть, причина в том, что вы, например, боитесь одиночества. Такое, в принципе, тоже может быть, что вы можете бояться одиночества, конечно. Но тогда, если вы боитесь одиночества, нужно разбираться с тем, почему вы его боитесь. Из-за чего вы его боитесь? Что заставляет вас бояться вот этого самого одиночества? Ведь это означает, что вы, по большому счету, не принимаете себя. Если вы боитесь одиночества, то вы не принимаете себя. Значит, если вы себя не принимаете, с этим нужно разбираться. Что именно вы не принимаете, почему и так далее. Возможно, это то, что произошло, служит для вас таким подтверждением некое вам послание, которое родители ваши вам внушили. Что вы одна там будете и так далее. Вот. Тоже может быть вариант. Но, в любом случае, болезненность, она имеет свои причины. Я понимаю, что у вас есть чувства. Я понимаю, что, возможно, имело место быть привязанность. Но, кто-то вы до сих пор достигаете к нему, говорит о том, что вы не смогли принять его выбор. И, на мой взгляд, именно то, что вы не можете принять его выбор, вот то, что блокирует принятие его выбора, подлежит разбору. Потому что, ну, можно гадать. Можно гадать о том, почему это произошло, почему это случилось. Но мне бы гадать все же не хотелось. Мне бы хотелось именно целенаправленно идти к этой позиции. Ну, то есть, к выяснению причин. Вот у парня свои потребности, у вас свои потребности. Вот. Если говорить о том, что он делает, да, то у него есть к вам зимбатия, возможно, но он ее боится проявить. Это зимбатия. А мы-то не готовы. Вот. Плохо, что у вас есть коллеги, которые подливают масло в огонь, которые говорят, что, по-моему, вы ему нравитесь. Вот. И тем самым дают вам надежду. И тем самым, давая вам надежду, тем самым они отодвигают вас от благополучного исхода этой ситуации, потому что мужчина это все знает, ему нравится. Вот. Продолжать такое общение или прекратить это все? А что именно прекратить? Понимаете? Мужчина, он не делает ничего такого, что было бы как-то плохо для вас. Мужчина не делает ничего такого, что было бы как-то негативно для вас. Мужчина не совершает никаких действий. Поэтому, если неприятно вам, и если тяжело общаться с ним, то вы имеете полное право с ним прекратить общение. Если вам тяжело, если продолжать общение, продолжать взаимодействие, то нужны цели. То есть, для чего? Для чего я хочу с ним общаться? Зачем? Насколько это реально соответствует тому, что есть? Грубо говоря, если я готова ждать, то сколько я готова ждать? Решать вам за принятие решения отвечаете вы, не мы. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот требуется и именно разобрать мотивы, желания и ваши цели, а также, может быть, получить лучшее представление о себе, о том, к чему вы стремитесь и так далее. И я уверен, что в таком случае тогда вы сможете уже самостоятельно принять решение относительно своей жизни. я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи!